Сказка номер два. Как приучить ребенка есть овощи или всемирное соревнование хрустышек. Ваш ребенок ест много сладкого? Не торопитесь сразу и полностью вычеркивать все конфеты из его рациона. Лучше постепенно приучите его к здоровым перекусам из овощей и фруктов. Но как приучить ребенка есть овощи? Ведь детям часто совсем не нравится их вкус, скажете вы. Берите на вооружение новую сказку про Бамку. Он-то знает, как без слез сделать детский рацион более здоровым. Саша маленькая девочка из обычной дружной семьи. Больше всего на свете она любит громко хохотать, мыльные пузыри и свою маму. А вот с едой Саша до недавнего времени не очень дружила. Мама в шутке, называла ее, Саша не хочу пробовать даже. Хорошо, что в жизни девочки появился удивительный волшебный кот Мистер Бамка. Мистер Бамка специалист по детским капризам и здоровому питанию номер один в мире. Так он сам о себе говорит. Вместе с ним Саша попадает в удивительные приключения и заодно учится питаться правильно. А вот что случилось с ними на этот раз. Саше было очень грустно. Сегодня утром она ходила к стоматологу. И что теперь грустить? Наверняка подумаете вы. Радоваться надо, что страшное позади. Но не все так просто. Когда этот самый стоматолог Сергей Иванович Зубодеров очень внимательно осматривал зубы Саши, да еще и так долго, что она потом с трудом закрыла рот. Это было совсем не страшно. А когда он пломбировал ей зуб, Саша тоже ни капельки не боялась. Тем более в это время такой интересный мультфильм по телевизору показывали. Трагедия случилась в конце приема. Судя по зубам вашей дочке в ее рационе слишком много сладостей. Рекомендую кардинально пересмотреть отношение к этому вопросу, сказал он Сашиной маме на прощание. И как ни в чем не бывало, пожелал всего хорошего. Но разве может случиться что-то хорошее после таких слов? У Саши до сих пор звенело в ушах непреклонное решение мамы. С сегодняшнего дня у нас дома объявляется бойкот сладкому. Именно поэтому на столе перед Сашей вместо любимой молочной шоколадки появилась тарелка с какими-то несуразными морковками и яблоками. И первое и второе она решила игнорировать. Саша возмущенно бросила выученное сегодня слово в ненавистные морковки. Бойкот! Девочка вдруг вспомнила удивительного кота мистера Бамгу, с которым познакомилась на прошлой неделе. Наверное, он тоже решил объявить мне бойкот. Совсем загрустила Саша. Ну скажешь тоже, какой еще бойкот? Ты ведь всю неделю с удовольствием кушала. Вот я и не появлялся. Вдруг услышала Саша знакомый голос с легким непонятным акцентом. Мистер Бамка, ты снова здесь? Впервые за несколько часов Саше захотелось улыбаться. Как и в прошлый раз Бамка появился совершенно неожиданно. На этот раз он удобно устроился на подоконнике и внимательно смотрел на Сашу своими глазищами. Куда же ты пропал в прошлый раз? Надула губы Саша. О, срочные дела на пяти. Непростой случай. В одной французской деревушке мальчик отказывался есть рататуй. Представляешь? Трагедия для всех его родственников. Но я вовремя вмешался и порядок был восстановлен. Рата что? Запуталась Саша. Я и слов-то таких не знаю. Рататуй это вкуснятина, которую мы однажды обязательно приготовим вместе. А сейчас скажи-ка, что не так с этими замечательными морковками? Мистер Бамка даже облизнулся при их упоминании. Ненавижу их и яблоки. Я шоколадку хочу. Саша оттолкнул от себя тарелку. Одна морковка чуть не упала на пол. Но Мрбамка ловко поймал ее на лету. Шоколад? Хм. Он, конечно, вкусный. Но ведь с ним у тебя нет шансов на победу во всемирном соревновании хрустышек. Заявил кот и с громким хрустом откусил кусочек морковки. В кармане его пиджака тут же что-то запищало. Саша в удивлении вытянула шею. Что за писк? Какое еще всемирное соревнование? Мистер Бамка достал из своего кармана маленький пластмассовый коробок с экраном, на котором высвечивались буквы на непонятном языке. Прекрасно! Новый рекорд этой недели. Я только что обставил того огуречного задаваку из Норвегии. Удовлетворенно заявил кот и положил странное устройство на стол. «Понимаешь, Саша!» – продолжил он, снова усевшись на подоконник. «Есть один суперсерьезный и, конечно же, суперсекретный всемирный конкурс. В этом состязании выигрывает тот, кто сможет громче всего хрустнуть своей едой. Приходится тренироваться годами, чтобы выйти в финал. «Конкуренция огромна! Я вот уже несколько раз был среди финалистов и сейчас готовлюсь со специальным устройством – хрустометром к новому сезону». Мистер Бамка вошел в азарт, спрыгнул с подоконника и начал размахивать лапами. «Я внимательно слежу за своими соперниками. И, поверь мне, никто, ни один из них не добился по-настоящему выдающихся хрустящих результатов, используя шоколад или печенье или, например, батон». «Но ведь печенье тоже хрустит!» – воскликнула Саша. «Ну как хрустит? Так, подхрустывает!» «Орудия победы чемпионов – свежие сочные фрукты и овощи, особенно морковь, яблоки, палочки сельдерея и, конечно же, огурцы. Они непобедимы!» – уверенно заявил Мр. Бамка. Саша осторожно взяла со стола морковку и откусил ее так громко, как только могла. Лежащий на столе хрустометр отозвался довольным писком. «Поразительно! Такой результат практически без подготовки! У тебя талант, Александра!» Мистер Бамка с восторгом посмотрел на девочку. Саша хрустнула морковкой снова, раздался писк послабее. Тогда она схватила яблоко и изо всех сил откусила от него огромный кусок. Хрустометр запищал, как ненормальный. Мистер Бамка начал аплодировать Саше, но тут же хлопнул себя по лбу. «Ох, как я мог забыть! Чтобы принять участие в конкурсе, тебе нужно минимум два года тренироваться в домашних условиях. Увы, жюри не принимает новичков. У тебя хватит терпения и инструментов для тренировки!» Мистер Бамка серьезным жестом указал в сторону тарелки, где осталась только одна морковка. «Ну я маме скажу, думаю, найдется еще!» Задумалась Саша. «Хорошо, решено!» Мистер Бамка серьезно пожал девочке руку и тут же замер, прислушиваясь к чему-то. «Мне пора! Срочный запрос Мадагаскара! Чао, чемпион! Не забывай тренироваться! Нужно ежедневно!» Как только мистер Бамка договорил последнее слово, он тут же растворился в воздухе. Саша внимательно наблюдала за котом, но все равно вздрогнула от неожиданности. «До встречи, мистер Бамка!» Вздохнула девочка, взяла последнюю морковку и сосредоточенно захрустела. Теперь ей даже понравился вкус. Эта морковка оказалась особенно сладкой, а главное, идеально громкой. «Мама, а есть еще, чем можно похрустеть?» Громко выпалила Саша, выбегая из комнаты. Впереди были долгие часы, морковки, яблоки, огурцы и прочие хрустящие инструменты. Для ежедневных тренировок. Продолжение следует...